И мило сроча от горою Митинг, посвященный 63-й годовщине Великой Победы, объявляется открытым. Слово для поздравления предоставляется директору школы Казарина. 9 мая – самый главный праздник, праздник Победы, торжества добра над злом. Долгих 4 года длилась война, 1418 дней, 1418 ночей и более 20 миллионов погибших. Эта война была отечественная. Все встали на защиту своего отечества, родины. И каждый понимал, что надо выстоять, надо отстоять свою малую родину. Да, можно выжить в зной, жару, морозы. Да, можно голодать и холодать, идти на смерть. Но эти три березы при жизни никому нельзя отдать. И не отдали ценой собственной жизни, чтобы мы с вами могли видеть это мирное небо, могли жить и радоваться жизни. А те воины, кому посчастливилось вернуться, живут с постоянным чувством вины перед погибшими. Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны. В том, что они, кто старше, кто моложе, остались там. И не об этом речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же, все же, все же. Подвиг наших дедов навсегда должен остаться в нашей памяти. И в памяти ваших детей. Поздравляю всех с праздником, с победой. Слово предоставляется ветерану труда Министерства внутренних дел Галине Матвеевне Ереминой. Дорогие ребята, я вас от всех ветеранов поздравляю с Днем Победы, здоровья вам, крепкого сибирского здоровья, успехов и в учебе, и в спорте. И чтобы вы выросли настоящими граждан нашей страны. Чтобы гордилась ваши родители, ваша школа и весь наш народ. Здоровья вам, здоровья и здоровья всем. Люди, покуда сердца стучатся, помните, Какою ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Родина, суровая и милая, помнит все жестокие бои, Вырастает рощи над могилами, славят жизнь по рощам соловей, Что грозы железная мелодия, радость или горькая нужда, Все проходит. Остается Родина, то, что не изменит никогда. И еще немало будет пройдено, Коль зовут в грядущие пути, Но светлей и чище чувства Родины, Людям никогда не обрести. Внимание, говорит Москва, Передаем важное правительственное сообщение Граждане и гражданки Советского Союза, Сегодня в 4 часа утра, Без всякого объявления войны, Германские вооруженные силы Атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа Против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, Враг будет разбит, Победа будет за нами! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 22 июня 1941 года Началась Великая Отечественная война. В нашу дверь постучался прикладом непрошенный гость Над отчистное дыхание, Дыхание грозы пронеслось. Человек склонился над водой И увидел вдруг, что он седой. Человеку было 20 лет, Над лесным ручьем он дал обед. Беспощадно, яростно казнить тех убийц, Что рвутся на восток. Кто его посмеет обвинить, Если будет он в бою жесток? Был трудный бой, Все нынче как с просонку, Но только не могу себе простить. Из тысяч лиц Узнал бы я мальчонку, Но как зовут, Забыл его спросить. Шел бой за улицу, Огонь врага был страшен. Мы прорывались площади вперед, А он гвоздит, Не выглянет из башен, И черт его поймет, Куда он бьет. Тут угадай-ка, за каким домишкой Он примастился, Столько всяких дыр. И вдруг к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, Товарищ командир, Я знаю, где их пушка. Я разведал, Я подползал, Они вон там, в саду. Да где же, где? А дайте я поеду, На танки с вами прямо приведу. Что ж, бой не ждет, Лезай скорее, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером, Стоит парнишка, Мины, пули свищут, И только рубашонка пузырем. Подъехали вот здесь, И с разворота Заходим в тыл, И полный газ даем, И эту пушку Заодно с расчета Мяли в рыхлый, Жирный чернозем. Я бы терпот, Тушила гарь и копоть, От дома к дому Шел большой пожар. Я помню, Я сказал, Спасибо, хлопец, И руку, Как товарищу пожар. Был трудный бой, Все нынче, Как с просонку. Но только не могу себе простить, Из тысяч лиц Узнал бы я мальчонку, Но как зовут, Забыл его спросить. Он защитил тебя На поле боя, Упал, Ни шагу не ступив назад. И имя есть У этого героя, Великой армии, Простой солдат. И сегодня Наш митинг проходит У памятника солдату. Это память опять От зари до зари, Беспокойно листать С традицией. И мне снятся всю ночь На снегу снегири, В беломыне Красной птицы. Вечная слава героям, Вечная слава, Вечная слава. Но зачем она им, Это слава мертвым? Для чего она им, Это слава павшим, Все живое спасшим, Себя не спасшим? Для чего она им, Это слава мертвым? Вспомним всех поименно, Горем вспомним своим, Это нужно, Не мертвым, Это нужно живым. Вспомним тех, кто бесстрашно погиб на войне. 1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. В годы Великой Отечественной войны из Амутинского района было призвано 7402 человека, в том числе и учителя нашей школы. Это Гулич Антонина Александровна, Нестерова Антонина Игнатьевна, Сосновцев Александр Васильевич и Иван Васильевич, Черков Михаил Александрович, Поршевников Александр Матвеевич, Пенегин Сергей Никандрович, Ванак Леонид Оттович, Ветрова Галина Прокопьевна, Казаринов Николай Михайлович и Черкова Сима Ильинична. Не вернулось с войны 2790 амутинцев. Сейчас в нашем районе проживает 88 участников Великой Отечественной войны и 5 вдов. Встречайте трепетную весну, люди земли, Убейте войну, прокляните войну, люди земли, Мечту пронесите через года и жизнь наполните, Но тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Просим возложить гирлянду в память о погибших земляках к памятнику солдату. ПЕСНЯ Вечная слава героям, Павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Прошу почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Бессилье вели огонь их всех щелей, Не глядя женщину скосили, Девчушка плакала над ней. И Лукьянович, вспомнив дочек, Рванулся жизнь не щадя, Под ливнем пулеметных точек Спасать немецкое дитя. Рванулся средь руины пекла, Чужих детей на свете нет, И у меня с девочкой из пекла, Ленчанин скромный мой сосед. Был пехотинца страх неведом, Пройдя сквозь пламя и металл, Гвардеец пал в канун победы, И вот зашел на пьедестал. Как воплощение бессмертия, Как завещание мир беречь, Стоит, прижав ребенка к сердцу И опустив тяжелый меч. Она посидела в разлуке За годы Великой войны, Ее терпеливые руки Огнем и трудом крещены. В те годы пришлось ей не сладко, Ушла вся семья воевать. А дома она и солдатка, И наша солдатская мать. Но беды она выносила, Не хмуря высоких бровей. Пахала она и косила За мужа, за старшего сына, За младших своих сыновей. И верил я снова и снова, Что в каждом конверте найду Ее материнское слово, Ее сокровенное жду. Я знал в эти годы крутые, Что в каждую строчку письма С ней вместе писала Россия, Россия, Россия сама. Про улыбку твою и глаза Да разве об этом расскажешь, В какие ты годы жила, Какая безмерная тяжесть На женские плечи легла. В то утро простился с тобою Твой муж или брат или сын. И ты со своей судьбой Осталась один на один. Один на один со слезами, С нежатыми в поле хлебами, Ты встретила долю свою. И все, без конца и без счета, Печали, труды и заботы На голову палит твою. Ты сейчас далеко, далеко. Знаю, в сердце у тебя тревога, Нелегко быть матерью солдата. Знаю, все ты смотришь на дорогу, По которой сын ушел когда-то. Знаю я, морщинки глубже стали, И чуть-чуть сутули стали плечи. Нынче насмерть мы в бою стояли. Мама, за тебя, за нашу встречу, До сих пор грохочет канонада, Снова в бой на линию огня. Если не вернусь, не плачь, не надо, В тихомолку вспоминай меня. Сын, тебя я под сердцем носила, Я тобою гордилась, любя. И со всей материнской силой Я теперь заклинаю тебя. Бей врага, над твоей головою Вьется русского знамени шелк. Каждый недруг, убитый тобою, Это родине отданный долг. Бей врага раскаленным металлом, Обращай его в пепел и дым, Чтобы с гордостью я восклицала, Это сделано сыном моим. Бей врага, чтобы он обессилел, Чтобы он захлебнулся в крови, Чтоб удар был твой равен по силе, Всей моей материнской любви. Он не писал с передовой, Она совсем еще подросток, Звалась соломенной вдовой, Сперва соломенной вдовой, Потом вдовою просто. Но так устроено уже, Не сохнет лист весенний, Не верят вдовы в смерть мужей И ждут их возвращения. Ты поклонись ее судьбе, Ведь эта женщина седая, Живет одна в своей избе, И никого не упрекает. И слезы вновь текут рекой, Воспоминания всюду с нею. Приди и посиди со мной, Мы вместе лишь неделю. Неделя счастья, рай земной И годы, годы ожидания, Расторгнут брак с лихой войной, Оставив женщине страдания. Ты не искала счастья вновь, Трудилась, боль превозмогая, Сбивая плечи и руки в кровь, Свою Россию поднимая. Снова майский, зори в полях зацветают, И вдоль старых окопов плывет тишина, Там когда-то гремела большая, Не по детскому росту война. Бьют зенитки, и бомбы летят, Завывая, разоренное утро И ночи весна. Там когда-то гремела большая, Не по детскому росту война. Пусть будет светлая жизнь детей, Как светил мир в глазах открытых. О, не разрушь и не убей, Земле достаточно убитых. Ради счастья и жизни на свете, Ради войн их павших тогда, Да не будет войны на планете. Никогда, никогда, никогда. Гремит железо третий сутки, Вагоны ходят ходуном, И вдруг смолкают смех и шутки. Друзья, Россия за окном, И поезд скорость набирая, Бросает дым на грудь земли. И нет стране конца и края, А мы ее пешком прошли. Салют и слава годовщине, На веки памятного дня, Салют победе, Что в Берлине огнем Попрала мощь огня. Салют ее большим и малым, Творцам, что шли путем одним, Ее бойцам и генералам, Героям, павшим и живым. Всем, кто ковал победу, Слава, слава, слава! Слава, 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 слава! Митинг, посвященный Дню Победы, Объявляется закрытым. Дорогие ученики, Сейчас вы можете пройти к памятнику солдата И возложить цветы. Дорогие ученики, Слава, 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 слава! Продолжение следует...